Всем привет! Меня зовут Мухорников Антон, я директор компании Антей. Это канал Антей ТСК и наша рубрика «Вопрос к дизайнеру». И сегодня у нас в гостях Мария Плюснина, Маша дизайнер интерьера и она сегодня нам расскажет об очень интересной теме. Для начала расскажи немножко о себе. Всем привет! Меня зовут Мария Плюснина, я занимаюсь дизайном интерьера уже около пяти лет. Закончила я Уральский федеральный университет по специальности промышленный дизайн, но дизайн предметов меня не всегда интересовал. Мне больше нравилось соединять эти предметы в единое пространство, создавать красивые интерьеры и поэтому я занимаюсь дизайном. Маша пришла к нам с очень интересной темой как увеличить площадь маленькой квартиры. Маша, у меня друг купил небольшую квартиру и подскажи с чего ему начать? Ну начать стоит с планировки, но разработку планировочного решения я бы все-таки доверила дизайнеру, потому что планировка это скелет интерьера, на ней все держится. Грамотная планировка это 50 процентов успеха в ремонте. Дизайнер поможет правильно, грамотно организовать пространство, разместить все функциональные зоны, поиграть с конструктивом помещения. Допустим, для маленьких квартир очень уместно объединить кухню и лоджию или кухню-гостиную. А если, допустим, вы боитесь запахов, которые будут идти при приготовлении пищи из кухни в гостиную, то степляно-развижная перегородка это отличный вариант. Вот помимо конструктивных особенностей помещения дизайнер учитывает и планировку по мебели, то есть вся мебель обязательно размещается в масштабе. Кроме того, дизайнер учитывает ширину проемов, открывания дверей, возможные проходы между помещениями. Все это отражается на планировке. В свою очередь, заказчик перед встречей дизайнером должен быть сам подготовлен, то есть знать, сколько членов семьи будет проживать, планирует ли приезд гостей, планирует ли он расширяться в дальнейшем. Скажи, у нас вот в наших квартирах обычно очень маленькие кухни. Что здесь посоветовать, что можно сделать? Да, маленькие кухни, особенно в старых помещениях, в хрущевках, в сталинках, в панельных домах. Что здесь можно посоветовать? Во-первых, объединить подоконник с кухонной столешницей, то есть сделать подоконник приложением кухонной столешницы. Так мы получим больше рабочего пространства и больше места для приготовления пищи. Потом в хрущевках есть зимний холодильник. Его можно тоже очень функционально использовать, сделать там какие-то полки, открытые полки либо полки для вина, и туда даже встраивают микроволновку. Вот, и потом обязательно шкафчики, верхние шкафчики кухонного гарнитура нужно делать до потолка. Так мы получаем дополнительное место для хранения и избавляемся от пылесборника, от той пыли, которая обычно копится на верхних шкафчиках. Да, согласен. Я много примеров разных видел и на что только сейчас дизайнеры и клиенты не идут, чтобы расширить каким-то образом пространство. Я даже видел, по-моему, пример, где над кухней сделали спальную зону. Вот возможно ли такие вещи у нас, в наших квартирах? Ну, для наших квартир эти вещи не такие реализуемы, потому что такой прием требует высоты потолка, это во-первых. А во-вторых, должны быть грамотные исполнители, те люди, которые смогут в полной мере реализовать такой проект. Вот, ну и цена такого решения очень большая. Проще вложить уже эти средства в покупку более большой по площади квартиры, чем что-то там убрить, организовывать, еще что-то придумывать. А если заказчик совсем не собирается носить стены и делать перепланировку, что в этом случае посоветуешь? Для этого есть специальные декоративные приемы визуального уменьшения пространства. А какие приемы? Прежде всего, это отделка. Стоит использовать в отделке более светлые тона, белый цвет. Если вы боитесь белого цвета, он ассоциируется у вас с больницей, то можно использовать светло-бежевый или светло-серые оттенки. Сейчас говорят даже, что серый – это второй беж. Уже много заказчиков просят сделать в интерьере какие-то серые акценты, серые детали. То есть бежевый уже уходит как на второй план. Но это не значит, что весь интерьер должен быть монохромно-белым. Нет, наоборот, нужно добавить ярких оттенков. Они будут привлекать на себя внимание и тем самым отвлекать человека от дефицита квадратных метров. Эти яркие акценты могут быть в текстиле, подушке, отделка дивана, яркие шторы, допустим. Но тут тоже нужно быть очень аккуратным и не перемудрить. Очень хороший прием – выкрасить в единый цвет пол, стены и потолок. Так мы получим эффект единого пространства и размоем границы между вертикальными и горизонтальными плоскостями. Использование фотообоев тоже может быть очень удачным приемом оформления маленькой квартиры. Не бойтесь фотообоев. У многих заказчиков фотообои ассоциируются с какой-то бабушкиной квартирой. Нет сейчас очень много современных фотообоев. На тех же сайтах Афрес Каплика можно найти очень интересные варианты. Были это наши партнеры все. Да. Причем это должен быть не какой-то плоский абстрактный мотив, а именно изображение с перспективой, какой-то пейзаж, который будет работать на углубление пространства. Можно использовать также рельефные обои, 3D панели. Они также будут создавать эффект глубины пространства. Отделка пола. Тут хотелось бы сказать отдельно, не стоит перемудрять с видом напольных покрытий. Если вы хотите как-то выделить кухонную зону, то лучше делать плитку в цвет пола. То есть не больше двух покрытий. Иначе пространство будет смотреться очень дробно. Также очень хорошо в оформлении маленькой квартиры будет работать рельефные панели, обои фактурные и декоративный кирпич. Но такие материалы требуют хорошей подсветки с потолка. От какой подсветки именно? Подсветки светодиодной. Ее можно установить по периметру потолка. Вообще хочется отдельно сказать про освещение. Не стоит привидать к массивным люстрам, делать какие-то громоздкие светильники, подвесные светильники. Также нужно подумать, как их разместить. Лучше сделать встроенные, линейные и точечные светильники. Причем по расчету освещения я бы тоже рекомендовала обратиться именно к специалисту, к тем, кто это занимается. Потому что освещение, особенно в маленькой квартире, это очень важный этап. Ну вот ты сейчас сказала по поводу освещения, то что это важно. Действительно согласен. У нас в квартирах бывают очень маленькие окна. Ну и вообще, как лучше оформлять оконные проемы? Это очень хороший вопрос. Вообще, в оформлении оконных проемов лучше избегать массивных гордин. Если от них совсем невозможно отказаться, то можно использовать прозрачную тюль в один ряд. Но идеальный вариант для маленьких квартир это рулонные шторы. Если вам хочется больше уюта, больше тепла, то римская штора будет отличным решением для такой квартиры. Получается, что мы откроем, во-первых, оконный проем. У нас увеличится поток естественного света в помещении и квартира станет более светлой, более просторной. А также очень хороший прием отделать откосы зеркалом. Конечно, тут есть несколько минусов. Во-первых, цена такой конструкции. Во-вторых, опять же, грамотные исполнители. И в-третьих, зеркало, конечно, бьется. На нем видны все царапины, следы от рук, ну и так далее. Да, на самом деле, у меня буквально на днях был запрос по поводу как раз оконных проемов, отделанных зеркалами. И действительно, это очень сложно реализовать на практике, поскольку вот эти все углы, их довольно сложно выдержать, скажем так, и сделать грамотно. А вообще зеркала же увеличивают пространство. Можно ли их использовать в интерьере в самом? Да, согласна. Это очень хороший прием для лечения пространства. Но тут стоит быть очень осторожным, потому что любой хлам, отраженный в зеркале, будет только захламлять еще больше пространства. То есть этот хлам увеличится вдвое, грубо говоря. Вот. Также по использованию зеркал стоит отказаться от каких-то гравировок на зеркалах, потому что это все будет дробить помещение. А расскажи, если заказчик не собирается вообще делать ремонт, менять обои и так далее, как здесь можно увеличить пространство? Здесь как раз таки можно поиграть с расстановкой мебели, с декором по мебели. Отличный вариант – это большие встроенные шкафы от пола до потолка. Визуально они будут смотреться вообще как единая стена. Подвесная мебель также будет очень хорошим решением, потому что наш глаз воспринимает все-таки нутраж квартиры по площади пола. Когда у нас пол открыт, то получается, комнат окажется больше. Складная мебель тоже будет хорошим вариантом. Многие боятся складной мебели, но у той же Икеи даже есть хорошие варианты – складные столы и стулья. Прозрачная мебель также может играть на увеличение пространства. В той же Икеи есть коллекция Икея Торзби, где прозрачные столы и стулья. Потом Виктория Госс стулья достаточно бюджетные, прозрачные. И смотрятся они очень эффектные, модные интерьеры. Мне очень интересный такой вопрос. Заказчики часто пугаются того, что дизайн проект маленькой квартиры стоит столько же, сколько дизайн проект большой квартиры и не понимают, почему так. Можешь рассказать? Маленькие квартиры требуют гораздо больше сил и внимания, чем интерьер больших квартир – 100-200 метров. Гораздо сложнее разрулить планировку маленького пространства, где есть всего несколько помещений, и в них нужно разместить кучу функциональных зон, продумать системы хранения, чем в квартире, в которой изначально застройщик уже… было закланировано застройщиком большое количество комнат с возможностью размещения там всей мебели, техники и так далее. Дизайн маленького интерьера – это такая задачка очень интересная для дизайнера, решив которую, мы получаем функциональный красивый интерьер. Я подытожу то, что я понял из нашего разговора. Может быть, это будет интересно, скажем так. Ну, по крайней мере, то, что я вот уловил. Ну, в первую очередь, я так понял, что если у вас маленькая квартира, то нельзя дробить пространство ни в коем случае, ни визуально, ни цветом, ни мебелью, ни какими-то акцентами даже, да. То есть, надо сохранять какие-то единые плоскости для того, чтобы они как раз кажутся больше. Второе, то, что я понял, это то, что как раз нужно играть какими-то цветами и выбирать те цвета, которые расширяют пространство. Наверное, это все-таки светлое, это бежевое, это надо сказать, и серое. Я, кстати, с тобой полностью согласен по поводу того, что серый цвет сейчас входит, ну, может быть, не сейчас, он уже давно вошел в моду, и его очень активно используют, мы даже сейчас сидим с сереньким, с коричневым в диване. Также я понял то, что зеркала, они все-таки визуально увеличивают пространство, но с ними надо быть аккуратным, как ты сказала. Да, у них есть три существенных минуса. Да, это действительно классно и интересно. И, наверное, да, то есть, мебель, какие-то вот эти решения, которые сейчас особенно есть, в том числе, ты сказала в Икее, это какая-то складная мебель и так далее. Ну, то есть, уже готовые решения, которые не нужно заказывать, ты приходишь, покупаешь, и у тебя все готово. Это реально действительно увеличивает пространство, особенно, знаешь, какие-то там кровати, которые выпадывают и так далее. Есть еще что у тебя добавить, так вот, если резюмировать? Да, ты правильно сказал, стоит отказаться от большого количества деталей, как можно меньше нужно дробить интерьер, делать больше плоскостей, как в отделке, так и в мебели и декоре отказаться от многоуровневых потолков. Хотя, кстати, забыла сказать, что потолочные карнизы как раз таки работают на увеличение, визуальное увеличение высоты потолка и высокие белые плинтуса. Также будут очень выигрышно смотреться в интерьере маленькой квартиры. Круто, точно. На самом деле, просто пример даже могу сказать, что видел высокие как раз белые плинтуса, в небольшой квартире. Да, в небольшой как раз таки они. В большой квартире они как-то теряются на фоне вот всего такого большого пространства, а в маленькой на них уже сразу упадает глаз. Все верно, супер. Ну, на самом деле, ты дала просто, я не знаю, огромное количество рецептов, так сказать, как увеличить маленькую квартиру, и я думаю, что это будет всем полезно, и я думаю, что это обязательно будут применять люди. Поэтому спасибо тебе большое за этот рассказ, он был очень увлекательный и интересный, и своему товарищу я обязательно посоветую посмотреть наше видео для того, чтобы он мог сделать правильный выбор, скажем так. Хочешь сказать что-то напоследок нашим зрителям? Да, спасибо, Антон, что пригласил. Я желаю всем успехов в ремонте, вдохновения, сил в этом нелегком деле. И если вы ищете дизайнера, я желаю вам найти своего человека, который станет не просто каким-то профессионалом, который сделает вам интерьер, а именно другом, психологом, тем человеком, который поймет и прочувствует все ваши нужные потребности. И отдельно хочу поблагодарить наших друзей, ребят, кофейню Шока, которая находится на Малышево-74, за то, что они предоставили нам место для того, чтобы мы смогли провести это замечательное интервью. Спасибо большое, и приходите сюда обязательно, здесь очень вкусно. И уютно. На этом все. Подписывайтесь на наши новые видео, ставьте нам лайки, говорите, какие темы вам будут интересные, комментируйте, и мы обязательно осветим эти темы. Ну, спасибо большое Маше, на самом деле было очень увлекательно и интересно. Так что, всем пока!